Скажите, что вы уже знаете, умеете играть на гитаре? Меня испугали! Испугал чем? Не знаю, я просто даже не могу сейчас пробный проводить. Короче, это пранк был. Ну да, я поняла, всё хорошо. Я просто думаю, как это работает, интересно. Всем привет, меня зовут Николай Попов, и я полгода не снимал подобные ролики, так как их крайне тяжело снимать, но решил вернуться, так как вам очень сильно нравится этот формат. И в этом видео я позвонил преподавателям Савита, взял у них уроки по гитаре онлайн, при этом новичком я не притворялся, а сразу показывал им свои навыки. Перед просмотром не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, так как я очень сильно старался над этим роликом, монтировал полностью сам, за исключением последнего клипа. 10 тысяч лайков, и выйдет следующая часть. И, кстати, я снял ещё две эксклюзивных реакции, которых не будет в этом ролике. Одну из них я выложил в своём телеграм-канале, а другую на Бусти. Ссылки в описании. Напоминаю, меня зовут София, преподаю гитару, музыкального образования нет, училась сама на платных занятиях тоже. А есть какой-нибудь опыт игры на гитаре? Ну, я так, с нуля, одну песенку выучил. Хотел бы показать, а вы скажете, есть ли ошибки или нет. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Шикарно просто. Это вы мне говорите, что вы с нуля играете? Ну, да. Или вы меня обманываете? Ну, одну песню только выучил. Это шикарно. Я так не могу играть. Ну, всё, больше, кроме этого, ничего не умею. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Или признаетесь? Признаюсь, насчёт чего? Что умеете играть, потому что ни один новичок так не сыграет. Ну, одну песенку только вот, вот эту умею, всё. Ну, тут уже я не в силах. Вы уже всё знаете, всё умеете. Ну, я вот базовых знаний не знаю. Мне показали, как эту песню играть, я повторил. Я в шоке, простите. У меня ещё никогда такого не играли. В шоке немножко. Я уже не знаю, что объяснять. Вы уже всё умеете. Это знаете. Ну, а я вот впервые решил урок по гитаре взять. Ну, мне показали, как играть эту песенку. Я именно уроки ни разу не брал. Решил попробовать. Ну, раз с нуля, наверное, нужно объяснить про руки, как они номеруются, называются. Угу. Правая рука, которая у нас играет над розеткой, она у нас номеруется буквами. То есть у нас большой палец – это П, указательный – И, средний – М, и безымянный – это А. То есть вместе всё – Пима. Оно у нас обозначается для того, чтобы мы играли переборы. То есть если мы сыграем, например, такой перебор лёгкий, то он у нас будет называться П, И, М, А, М, И. И, собственно, записываться тоже будет так. Сейчас во вторую гитару возьму бы и... И... Вот так, да? Вы меня точно обманываете! Ну ладно, это пранк был, вы попали в YouTube-канал, получается. Я в шоке, простите! Ну, на самом деле, я не с нуля, я уже играю много лет. Я так и поняла! Я не знаю, что сказать, простите! Что мне такое сыграть, я не знаю. Это учиться нужно до конца жизни просто. Я в шоке немножко. Отдышаться не могу всё. Вы меня испугали. Испугал чем? Твоей опытной игрой на гитаре. Спасибо вам за урок. Ну, пожалуйста, это вам спасибо! Ну, это было круто, очень круто! А вы не хотите сыграть что-нибудь, может быть, тоже? О, нет! Я уже на вашем фоне буду как просто гузнечика играть. Ну, спасибо! Сколько урок стоит, кстати? Бесплатно, бесплатно. Как бесплатно? Там сколько-то стоил же вроде он. Вам нисколько, у меня вообще дробное занятие тоже бесплатно стоит. Вам точно бесплатно! Я уже должна вам платить за такой концерт! Здравствуйте! Здравствуйте, да, слышно всё? Да, меня слышно, видно всё хорошо. Как вы знаете, меня зовут Алена. Сегодня мы будем понимать, что мы будем изучать. Вот так. Скажите, что вы уже знаете, умеете играть на гитаре? Ну, две песни знаю. Можете тогда сразу показать? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Это одна из них. Аккорды вы, я так понимаю, тоже знаете? Аккорды, да, тоже знаю. Ага. Вы отлично играете, у вас всё отлично с постановкой руки и так далее. Чему бы вы хотели научиться? Ну, ошибки, чтобы посмотрели. Ага. А насколько давно вы играете на гитаре? Ага. Двадцать лет где-то. Вы хотите, чтобы вам показывали ошибки? Да. Ага. Ну, смотрите, играю я намного меньше времени, чем вы. И я думаю, что нет как такового смысла заниматься именно со мной вам. Потому что, ну, по этой песне я верю, что у вас хорошо с постановкой рук и с тем, чтобы звучало всё чисто. Угу. Понял. Вот так. Понял, спасибо. Спасибо, да, но это был пранк. Ну, я поняла. Пожалуйста. Просто я обычно ориентируюсь на новичков. Почему-то заранее чувствовала, что что-то здесь не так. Заранее когда? Когда переписывались уже или сразу? Да-да-да. Когда переписывались, я не знаю, возможно, просто чутьё. Здравствуйте, слышно? Здравствуйте, да, видео у вас не видно. Да, всё нормально? Да. Вы точно не умеете играть? Ну, чуть-чуть умею. А что? Мне кажется, вы пранкер. Почему? Не знаю, похоже на это всё. Почему похоже? Чисто по внешности просто. Неожиданно, кстати. А для какой цели вы хотите играть там всё такое? Ну, для себя. Вы точно? Вот что-то вот мне кажется, что чётка это ерунда. Ладно, давайте проводим урок тогда, ну, пробный. Как вас зовут? Николай ведь, да? Да. Угу. У вас сейчас гитары имеются? Гитары, да. У меня две гитары даже. Подождите, у вас наушник вот здесь вот? Ну, да. Вот у меня две гитары. Ну, вот вы профессиональный этот, да? Почему профессиональный? Всё. Да, блин, потому что всё, я поняла уже. Ну, почему пранк? Что? Ну, не пранк, а просто там, не знаю, для видеоролика какого-то, да, по-любому? Ну, вы, блин, ну вот похоже же просто. Не знаю. Я просто даже не могу сейчас пробный проводить, потому что я вижу, что будто бы, ну, пранк или что-то такое, не знаю. Ну, да ведь? Да ну, нет. Ну, почему я пранк? У вас две гитары, два наушника, да? Ну, один я думаю. Ну, мне что, снять наушники? Нет, у меня два наушника, и тут, и тут. Ладно, я думаю, не надо тратить времени на это всё. У вас две гитары, вы по-любому занимаетесь? Или занимались? Или вы вообще профессионально занимаетесь? Я думаю, что да, вы профессионально занимаетесь. Плюс ещё, может быть, ролики какие-то снимаете. Может, там, начинающий, не начинающий блогер и всё такое. Не знаю. Николай, ну признайтесь. А может, ты меня знаешь? Ай, блин. Ладно, всё, короче, давай. Да ладно, давай. Удачи тебе. Не, сыграем. Удачи, сыграй, сыграй, и потом, да. Удачи, сыграй, и потом, да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Очень классно, сначала всё. Ладно, всё тогда. Ладно, всё. Спасибо. Так, это был пранк. Друзья, в этом видео нет рекламы, поэтому, если хотите поддержать меня, то можете подписаться на мой бусти, я там выложил эксклюзивную реакцию, которую даже не будет в телеграм-канале. А также можете приобрести мой онлайн курс по гитаре, заказать видео поздравления или отправить просто так донат по ссылке в описании. Всем спасибо. Для чего вообще хочется научиться играть на гитаре? Ну, я в целом уже частично умею, уже выучил одну песенку даже, и хотел бы её, возможно, дальше доучить. Неплохо. Что за песня? Называется Ben Howard End of Affair. По-моему, не слышала о такой группе. На самом деле, интересно, потому что чаще всего приходят там мальчики, девочки, которые просят гражданскую оборону научить играть, но с любыми задачами справляюсь. Я даже по слуху вот эту подбирал конкретно, композицию, которую выучил. А, что себе. Давай тогда посмотрим, может быть, продемонстрируете. Так, ну сейчас вот сыграю тогда фрагмент. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и там дальше... Ага. Ну я смотрю, тут, в принципе, уровень не новичка. Вот дальше там начинается что-то сложное, и дальше вот не выучил. Да, так. Ну, в целом, я говорю, я смотрю, тут уровень не новичка. Ну, я же говорю, да, что не совсем новичок. Так, хорошо. В целом, в целом, не знаю, как я смогу вам помочь, потому что я чаще всего занимаюсь с такими ребятами, которые только приходят, ну, соответственно, с людьми постарше тоже. Ну, да, говорю, давайте посмотрим, что вам интересно, возможно, все-таки чем-то смогу помочь. Испанское еще, тоже не доучил, могу сыграть. Да, но вы. Тоже. Так. Так, хорошо. В целом, в целом, я все поняла. Ладно. Прекрасно играете, мне очень понравилось. Да. Короче, это пранк был. Ну да, я поняла, все хорошо. Пранк на ютубе. Как вы к этому относитесь, нормально? Да, все в порядке. А вы не хотите что-нибудь исполнить, сыграть, может быть? Что-нибудь исполнить? Да, в принципе, я вас не переплюну, так что, пожалуй, нет. Меня слышно, видно? Так, здравствуйте, да. Ну что, предлагаю познакомиться вначале. Немножко расскажу про себя, и потом про вас тоже хотелось бы услышать. Меня зовут Настя, мне 23 года. Музыка со мной, в принципе, на протяжении всей жизни. И я раньше играла на фрагепиано, заканчиваю музыкалку, и сейчас, в принципе, тоже играю. И на барабанах, а также на гитаре. Вот, теперь хочется узнать много про вас или про тебя, можно? Можно на ты, да. Николай, 29 лет, играл на гитаре раньше, давно. Ну как играл? Так, и легкие песенки знаю, но дальше не продвигался. Поэтому решил взять урок. А по аккордам играл, либо по нотам как-то? Ну, я могу вот именно и аккордами, и немножко мелодию наиграть. Почему именно гитара? Ну, у меня просто гитара есть. Один. У меня других инструментов просто нету. Попробуем вообще по звучанию. Слышно будет инструмент? Да, слышно. А мне тоже, да, взять? Угу. Так, вот. Первое, с чего мы начнем, это с посадки. Сейчас предлагаю размяться немножко на басах. Возможно, знакомая эта мелодия. Еще можно будет добавить заглушку, и тогда получится. А что это за песня? Это Бериалиш. Я просто эту музыку все-таки не знаю, наверное. А, не слышал. А так я играл похожие композиции. Какие, например, можешь сыграть что-нибудь? Smells Like King Spirit играл, и Sweet Dreams играл еще. Что-нибудь помнишь? Ну да, и ту, и ту помню, да, могу сыграть. Давай. Нирвану или Sweet Dreams? Что хочешь? Вот Sweet Dreams, если. Вот одна. Крома такого, да. Классно. И вторая. Нирвана чуть посложнее, получается. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вообще она ничего не умеет. Она ему говорит, ну давай сыграй что-нибудь. Он такой мнется, мнется, а потом как бахнул ей. Это вот сейчас то же самое с тобой. Мне кажется, ты просто притворяешь себя, потому что не умеешь играть. Ну, не то, что притворяюсь. Я же не притворялся. Я сразу играл нормально вроде бы. Или притворялся. Ну, я тоже, да, снимаю такие ролики. Ты притворяюсь. Ты притворяюсь. Как это работает вообще? Я просто шокий. Я вчера думала, такая, прикольно, если мне вот так вот что-нибудь сделать, я просто буду восторгить. Ну, получается, вот ты, получается, попала в пранк мой. Огонь. Я тебе еще разминку давай тут, давай, начинай. Слушай, ну круто, а где тебя можно найти? Как тебя нужно найти? Канал Николай Попов называется канал. Я поэтому, кстати, не хотел особо давать WhatsApp. Точнее, ты на Telegram мы не заходила? Нет. Не успела. Да, просто там у меня фотографии с гитарой. Я боялся, что ты посмотришь. Повезло, что в WhatsApp зашла только. В WhatsApp у меня там без гитары. А так вообще какое образование? Высшее гитарное, кстати. На самом деле я по специальности классику играю. Баха, все такое. Ну, вот на такой гитаре. Ну, вот, типа. Красота. Получается, именно специалист по классической гитаре. А часто же я снимал такие ролики с преподавателями? Раньше, да, часто, но я полгода не снимал такие ролики. Я уже все преподавателями из Авито, я уже просто перезвонил. И сейчас вот... А сейчас появились новые. Я зашел, смотрю, я уже полгода не снимал. Смотрю, обновился список. Уже дошлись те, кому я еще не звонил. Я просто думаю, как это работает, интересно. Только вчера с папой куча роликов таких смотрели. Ну, это интересно. Творческих успехов, Николай. Спасибо. И побольше просмотров на этом. Спасибо. Плюс один подписчик. Вот, я там 3 сентября учил, знаете, такое. Ну, вас только плохо видно. Ну, да, я сижу там, потому что тут не так много мест. Продолжение этой реакции будет в моем Телеграме, а также будет еще одна эксклюзивная реакция на моем Бусти. А сейчас будет новый клип на песню преподавателя Никки, которая была в предыдущих моих роликах. Ника это преподаватель, который я пранковал полтора года назад. И она пишет крутые песни. В итоге мы с ней встретились и записали два клипа. Они вам очень сильно понравились, судя по комментариям. Поэтому мы решили записать новый клип. Также с Никой скоро будет стрим. Поэтому, чтобы не пропустить этот стрим, да и в целом не пропускать мои регулярные стримы, на которых я снимаю ролики в чат-рулетке, то подписывайтесь в мой Телеграм-канал по ссылке в описании, либо нажимайте на колокольчик здесь, на Ютубе. Звездное небо над головой Лодку качает словно рукой Волны так ласково трогают берег Счастье так близко, что сложно поверить Впереди еще вся жизнь Все говорят, тебе нужна другая дорога За него ты не держись Но мысли о нем так много С рассветом земля Все сильнее укрывалось Белым туманом, как вредом Она так хотела, чтоб счастье сбывалось Старалась не думать об этом А бедное сердце все так же сжималось Как будто при встрече тем летом Она замирала и вновь улыбалась Дождавшись его ответа М-м-м-м-м, м-м-м-м Мчались по городу, скорость и ветер И замирали, как будто в моменте Прятала чувства, молчав обо всем Снова уткнувшись в его плечо А впереди еще вся жизнь Все говорят, тебе нужна другая дорога За него ты не держись Но мыслей о нем так много С рассветом зима, с осени укрывалась Белым туманом, как в ледом Она так хотела, чтоб счастье сбывалось Старалась не думать об этом А бедное сердце все так же сжималось Как будто при встрече тем летом Она замирала и вновь улыбалась Дождавшись его ответа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok